На вреде своему здоровью можно не только некачественными лекарствами, но и на собственной кухне. Эксперты вновь заговорили об опасности тефлона. Последние исследования показали, антипригарное покрытие это бомба замедленного действия. Приготовление пищи в такой посуде смертельно для человека. Екатерина Иванова сейчас все подробно объяснит. Макарошки любишь? На плите старый проверенный чугун. С рождением ребенка Елена Чегвинцева провела на кухне ревизию. Любимая сковорода с антипригарным покрытием тут же отправилась на свалку. Тефлон это пленка, которая при нагревании выделяет вот эти вот вещества. И при попадании в организм велика вероятность того, что они вызовут анонимические заболевания. Страдают в первую очередь печень, поджелудочная железа и репродуктивная система. Ультрогладкое покрытие содержит перфтероктановую кислоту. В больших количествах это вещество смертельно опасно. Предупреждает агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне. Мечта любой хозяйки. Легкая, прочная сковорода с отличным антипригарным покрытием. На самом деле, предупреждают специалисты, бомба замедленного действия. Мы замечаем, как на своей кухне вдыхаем ядовитые пары. Оказалось бы, здоровая еда убивает организм. Тефлон придумали немцы. Никакого жира или масла. Все и так прекрасно готовится. Но вскоре по всему миру начали фиксировать случай отравления. Прямо у плиты. В Нью-Джерси домохозяйка поставила тефлоновую сковороду для приготовления пищи. И пошла разговаривать по телефону. Забыла о том, что она стоит, нагревается. И в течение 10 минут попугайчики волнистые, которые жили у нее в клетке на кухне, они умерли. Производитель успокаивает. Дескать, наука не стоит на месте. Для эксперимента мы выбрали самую дешевую сковородку. 150 рублей. В лаборатории ее проверят на наличие опасного полимера. Видите, как каплями собирается. При появлении каких-то царапин, при нагревании, значит, полимерное покрытие, вот это вторство держащее, может выделять вредные вещества. То есть, пока покрытие целое, жизни ничто не угрожает. Но всего лишь одна царапина может спровоцировать отравление. У медиков даже термин новый появился. Полимерный грипп. Симптомы чем-то похожи на простуду. Неприятность может возникнуть, если покрытие было нанесено, ну, не совсем правильным образом, да, допустим, с какими-то дефектами. Время, деньги в Поднебесной чудо-сковородке штампуют одна за другой. Там очень серьезный режим работы, в принципе, на этих заводах. И не всегда они используют и соблюдают все правила техники безопасности. Эксперты советуют менять посуду с антипригарным покрытием хотя бы раз в два года. И ни в коем случае не перегревать. Наши умельцы жарят и парят по 10-15 лет. Секретами долголетия кухонной утвари еще и в соцсетях делятся. Вот эта сковородочка у меня, я, как говорю, молодая. Ей всего лишь два года. В лаборатории вздохнули с облегчением. Наш образец абсолютно безвреден. Вот только запаса прочности хватит максимум на полгода. Дальше лучше не рисковать. Екатерина Иванова, Иван Усачев, Татьяна Бугачук, Роман Жученко. Известия специально для Пятого канала.